так еще раз всем привет я не смогла подключить нашего гостя добрый вечер всем чтобы еще раз начать свой эфир я бы хотела сказать вам всем привет у меня сегодня очень интересный гость связанные со скандалом вокруг моего имени по поводу харьковского концерта и вообще о проблеме власти к вида артистов и всего остального мы сейчас поговорим с алексеем кучером это глава харьковской областной администрации губернатор харьковской области алексей кучер и он надеюсь уже отправил запрос мне и мы сейчас можем сейчас я постараюсь его присоединить так но я его не вижу почему-то а вот ой-ой-ой я вижу вас об добавить подключается сейчас алексей у нас на связи очень надеюсь что все будет хорошо алексей здравствуйте будьте добры переверните камеру потому что вы у нас вот боком да видно очень хорошо перевернуть видно слышно но плохо что у вас там в областной администрации плохой вай-фай скажите сейчас подождите что-то у меня вы висите пока сейчас будем надеяться что как-то плохо плохо пока плохо пока висите вы что-то с интернетом проверьте пожалуйста интернет может быть подойдите поближе к вай-фаю такое бывает прямые эфиры это вот такая тема вы меня слышите или нет так о видно уже получше да теперь получше ну во первых рад видеть вас приветствую спасибо большое я тоже очень рада и вы знаете вы меня очень сильно удивили поскольку чиновники редко обращаются к артистам а точнее никогда раньше все было наоборот и чтобы сегодня чиновник обратился к артисту артист должен стать сам чиновником либо депутатом либо даже президентом как вот происходит у нас сегодня вот поэтому вы конечно меня удивили и мне очень приятно что мы можем с вами вот так вот сегодня пообщаться и поговорить о наших проблемах алексей у вас у вас проблема с интернетом в интернете можно говорить плохие слова я бы это я бы это слово назвала но с вами не буду так вот с интернетом у вас полная лажа у нас уже три тысячи человек смотрит это уже целый дворец украина а я не могу вас присоединить в смысле у вас что-то с интернетом видите вы висите ребята давайте плохо я его не вижу алексей что нам делать что нам делать уже три тысячи человек уже сейчас хотят вас слышать нет интернета плохая связь у вас я сейчас попробую переподключиться к другому вайфаю сейчас очень хорошо все вроде хорошо не двигайтесь а давайте продолжать давайте продолжать еще раз добрый вечер все что я сказала вы слышали да да спасибо все прекрасно скажите пожалуйста алексей я просто немножко сейчас так по сути вот третьего сентября в горе где Харькове проходил празднование дня учителя куда я была приглашена гостем после этого начался страшный жуткий скандал по поводу того что все сми чиновники высокопоставленные стали говорить в интервью а как бы журналисты в своих изданиях что на Олю Полякову завели уголовное дело все мои фанаты в ужасе как же так мать посадят в тюрьму скажите пожалуйста есть ли уголовное дело на Олю Полякову и от должностного лица такого высокого уровня хочу попросить внести ясность Олечка спасибо за вопрос уголовное дело в принципе есть по этому факту вот но вы не являетесь фигурантом этого дела я сразу хочу сказать в отношении Оли Поляковой дела нету да это стоит признать я вам как юрист и бывший адвокат подтверждаю это тем не менее сразу после я вас знал как артиста но в силу своей должности сразу начал собирать по вам информацию все зашел на фейсбук дал задание спецслужбам мне говорят Мария вроде бы на фейсбуке Мария нет там у меня там у меня есть официальная страница Оля Полякова просто я с нее не могу общаться с людьми поэтому я украла страницу собственной дочери и с нее уже там общаюсь лично ясно это шутка на самом деле да я хотел бы чтобы мы откровенно пообщались вот на самом деле без обоюдных претензий потому что я смотрел ваши высказывания после того что произошло и собственно мне я вынужден был выходить с выступлениями определенными потому что городские власти которые организовывали этот концерт собственно но именно они должны отвечать за то что происходило скажите пожалуйста скажите пожалуйста но ведь концерт-то был разрешен это же не было какое-то запрещенное мероприятие то есть по закону концерт был разрешен что произошло почему началась такая ужасная массированная атака потому что концерт же не запрещен другое дело что полиция все-таки наверное не выполнила своих обязательств она не прекратила этот концерт завела ни одного протокола на людей которые не надевали маски хотя я со сцены просила людей надеть маски использовать в смысле стоять немножечко дальше друг от друга не обниматься и все такое почему не на запрещенный концерт произошла вот такая вот массированная СМИ атака смотрите организаторы прежде чем вас приглашать и организовывать такое мероприятие они должны были понимая что мы находимся все в карантинных запретах определенных они должны были рассчитать исходя из того количества людей которое предполагалось а на ваши концерты мы видим ходят много людей они должны были полностью все просчитать и предусмотреть для того чтобы не было этих таких скоплений которые мы наблюдали более того пропуская на концерт они должны были проверять каждого человека чтобы он обязательно был с маской это очень важно вот потому что в таких местах и при таких скоплениях это та мера которая является необходимой обязательной этого всего сделано не было концерты на тот момент в Харьковской области я подтверждаю они запрещены не мы сейчас уже концерт да концерты запрещены не были мы сейчас уже приняли решение комиссии мы по всей территории области с завтрашнего дня с 15 числа мы запрещаем проведение всех концертов с учетом не совсем так открытых да а закрытых с наполняемостью 50 процентов зрителей правильно я понимаю там уже вы знаете что уже еще более ужесточены требования вот а тем более мы находимся в оранжевой зоне сейчас и требования гораздо выше в оранжевой зоне там не более 20 человек могут находиться на месте вот кошмар мы все да скажите пожалуйста такой вопрос окей если концерт не был запрещен и в смысле он прошел почему вот как вы думаете я же я сейчас тоже без претензии к вам я просто задаю вам вопрос почему такое внимание именно было к нему там всего было две тысячи обычно у меня на площадях по 30 тысяч скачет тут всего было две тысячи человек они были распределены по всему стадиону для стадиона это не количество в принципе почему на этот концерт обратили такое внимание а на марафон который проходил в этот же день где люди бежали естественно без масок и у них было задание не держать дистанцию а как раз таки ее сокращать так вот почему про марафон не слово в СМИ что это было какое-то нарушение а вот на этот концерт конкретно так наехали про марафон тоже были о марафоне тоже говорили и задавали вопросы его его да ну тут приехала Оля Полякова поэтому о вас и говорили много вот это нужно понимать но марафон разбили на два дня вот там мы рассредоточили то скопление которое понимая что людей может быть много и растянули на несколько дней это мероприятие а почему собственно это вообще обсуждается вы же понимаете что у нас последнее время Харьковская область находится в лидерах реально в лидерах в негативном смысле по количеству заболевших и ну это мы не можем не признать почему собственно и я как представитель органов центральной власти вышел с этим и в общем то публично попросил вас приехать я бы показал вам другой город другой Харьков это переполненные больницы понимаю но ведь это не благодаря концерту Оли Поляковой правда ведь признайте я думаю что там нет не благодаря концерту Оли Поляковой и будет ли что-то в связи с этим скоплением я думаю что мы увидим там где-то после 17-го числа просто тут еще такой вопрос вот господин министр Степанов он на следующий ну там через некоторое время заявил что на следующий день после моего концерта выросла заболеваемость ну во-первых мы же сами знаем что инкубационный период у коронавируса как минимум две в течение двух недель а во-вторых у меня есть статистика я подготовилась к нашему интервью и вот концерт у меня был 3-го числа вот 3-го числа было зараженных сейчас так триста сорок два а на следующий день по словам министра возросло триста триста четырнадцать то есть на 30 человек по факту меньше скажите пожалуйста что это это какая-то манипуляция почему настолько высокопоставленный человек вот ну вот передергивает на самом деле потому что во-первых на следующий день не могло ничего увеличиться а по факту оно уменьшилось то есть в таком случае я могу сказать что благодаря концертам Оли Поляковой ковид уменьшается поэтому давайте делать концерт у Оли Поляковой каждый день и таким образом мы поборем ковид Оля нет так вот скажите почему вот вот зачем высокопоставленный чиновник говорит подобные вещи почему я во-первых не слышал таких высказываний поэтому я не хочу этого я вам пришлю ссылочку вот хорошо хорошо вот во-вторых все-таки вы совершенно правы там результаты мы увидим где-то через две недели но ситуация у нас крайне напряженная с этим почему собственно это имело резонанс такой потому что и она в целом напряжена сейчас и в Украине везде конечно же вот и у меня тоже болеют болеют и сотрудники и просто мне кажется что нам сейчас нужно людям как-то сказать о том что что ну по сути спасение утопающих дело рук самих утопающих ребята носите маски мойте руки не трогайте лицо вы же понимаете что я как никто много работаю и я не только у меня в Харькове были концерты с таким коллизистом много больше про это как-то почему-то никто не говорит во-первых у меня еще знаете какой вопрос кому это нужно вот кому выгодно было именно этот концерт поставить вот в самом верху и вот завести всю эту машину ведь в этот момент по всей Украине проходили просто сотни мероприятий другие артисты не менее топовые работали в разных городах и у меня тоже есть все данные и спорт мероприятия проходили концерты проходили дни городов проходили то есть все пели танцевали но кто извините срався Оля Полякова я прошу прощения но как объясните как вы думаете кому это выгодно что это происходит ну смотрите у нас сейчас мы находимся в политической плоскости у нас избирательные процессы идут и понятно что эту ситуацию будут комментировать через призму как раз политики это ясно и понятно то есть это все таки предвыборная манипуляция не только не только все таки скопление мы сейчас стараемся все сделать для того чтобы скопление людей не было я собственно и хотел сегодня встретиться я сразу сказал в начале нашей дискуссии что нам не стоит вообще выяснять отношения точно нам сейчас я как представитель власти я хотел бы с вами как одним из самых известных артистов вот как представителем я представитель власти с одной стороны вы представитель шоу-бизнеса и вот нам бы не мешало решить вопрос как дальше быть с учетом тех условий в которых мы находимся все а условия очень напряженные нехорошие ну тут нужно нужно понять это мы понимаем что вы у вас есть команда которую вы должны содержать у вас есть семья у вас ну вот все что с этим более того у вас есть потребность творческой реализации это тоже ясно и понятно более того есть запрос общества большое количество людей пришло потому что они хотят вас видеть это тоже ясно но с другой стороны мы находимся в крайне непростых условиях когда когда я вынужден заниматься препятствием распространения ковида и конечно же мне как руководителю области который принимает ряд решений который участвует тратить денег на то чтобы остановить это все мне бы не хотелось иметь последствия таких концертов поэтому тут нужно какой-то бы не знаю совместный выход искать из этого всего это очень важно мы прислушиваемся мы готовы даже не выступать некоторое время но нам нужен какой-то понятный план выхода из этой ситуации потому что десятки тысяч творческих людей остаются с вопросом что нам делать когда можно кому можно кому нельзя как это все и главное вы понимаете правила то уже каким-то образом настраиваются но никто их не придерживается понимаете то есть потому что вот я сделала митинг вышла к верховной ради я попросила встретиться даже мы встречались с министром культуры я просила сделать какую-то группу вместе с министром мвд вместе с министром культуры со здравоохранением чтобы придумать каким образом нам сделать так чтобы мы придерживались четких правил но при этом не лишались работы потому что вы же понимаете что риск от концерта не выше чем посещение метро каждый день но тут другая ситуация люди не могут не ездить в метро им надо ехать на работу но люди могут делать выбор ходить ли им на концерт или нет но это должен быть выбор людей понимаете поэтому нам нужно действительно как-то представителям власти представителям вот этих креативных индустрий как-то собираться и решать вопрос как нам как придумать какую-то схему как нам работать как не умереть с голоду как радовать и поднимать дух людей и при этом не рисковать здоровьем тысяч людей абсолютно согласен с этим увы но вы говорите что есть выбор да это правда выбор есть но до определенного времени у нас большинство не верило в существование ковида это все исходило из восприятия горожан в городе Харькова которая транслировалась в том числе городскими властями вот ситуация сейчас нехорошая я бы сказал даже плохая именно в связи с этим сейчас после того как ряд событий произошло конечно же городские власти относятся иначе к происходящему вот но возвращаясь к вашим к вашему предложению по поводу того что нам нужно что-то сделать давайте начнем вот сейчас вместе это все мы можем обратиться я я со своей стороны могу обратиться и к президенту с которым я хочу ну мы договаривались встретиться на следующей неделе вот вот и с министрами мы можем пообщаться для того чтобы определить как вы говорите это совершенно правильно правила игры вот как сейчас если артисты даже готовы потерпеть как сейчас избежать вот этих вот скоплений и как следствие распространения сегодня например у нас день защитника Украины чем я всех поздравляю вот у нас тоже я сейчас скажу что у нас был концерт но у нас концерт был онлайн у нас были выступающие они тоже выступали на сцене и мы транслировали все это вот может подумать в таком формате чтобы вы имели возможность выступать это все транслировать так вот допустим есть разрешение это совершенно безопасная история когда мы проводим концерт вот у меня будет 26 октября концерт во дворце спорта это половина зала это люди сидят через два места они все должны сидеть в масках они должны сидеть на местах они не должны подходить друг другу и тогда это конечно же совершенно безопасная история потом вы понимаете вот с карантином связано у меня перенеслись концерты и я сейчас работаю концерты в таких условиях когда я вынуждена давать два концерта в день потому что мы поделили залы проданы люди хотят и они хотят прийти на концерт потому что они уже купили билеты и мы вынуждены делить концерт ну то есть я выступаю просто два раза и второй раз как вы понимаете совершенно бесплатно только для того чтобы организаторы не разорились поэтому мы готовы работать даже в таких условиях мы готовы естественно просто нам нам нужны четкие правила чтобы все их придерживались тогда если мы будем все придерживаться правил мы сможем контролировать эту ситуацию потому что заболеют все переболеем мы все главное чтобы мы не переболели все в одно время и чтобы действительно не случился этот коллапс абсолютно согласен может мы подумаем что мы вместе с власть с одной стороны представители творческого сообщества шоу-бизнеса с другой стороны может мы определим какой-то формат совместной взаимодействия где мы на концертах с учетом карантинных придерживания карантинных мер которые сейчас применяются мы может будем делать совместное обращение запустим челлендж возможно там под названием вместе победим ковид вот что-то такое нужно сделать это должна быть цепная реакция потому что если мы не мобилизируемся сейчас то у нас будет в конце концов очень плохой финал нам нужно призывать вместе с вами а вы являетесь в какой-то степени лидерами не в какой-то а в абсолютно определенной абсолютно конечно только сейчас нас смотрит практически 3000 человек как палац Украина почти да это точно поэтому вот смотрите вас же слушают вас воспринимают молодежь на вас ориентирована вот поэтому от вас много зависит реально и вы бы вы бы нам были в помощь а мы вам если бы мы смогли вот я бы как руководитель который если бы я организовал этот концерт я бы более жестко ставил бы фильтры конечно же я бы не пропускал без масок однозначно вот это то что нужно было делать конечно же бы следил за расстоянием конечно же полиция должна была быть на месте и четко жестко категорически контролировали если бы полиция на месте завела 30 протоколов люди бы разошлись и сделали бы расстояние хотя бы надели маску потому что по американскому ВОЗ посмотрите пожалуйста ребята дорогие все как распространяется ковид если больной в маске и не больной в маске и у них при этом расстояние метр 0,5 процентов заболеваемости ну то есть это очень низкий уровень все правильно места было достаточно да места было достаточно поэтому тут вопрос большой вопрос просто хотелось бы чтобы артистов не обвиняли в том что они я то свою работу сделала я попросила со сцены там одеть маски разойтись и все такое чтобы артистов не обвиняли те кто не выполнил свою работу понимаете о чем я говорю и конечно же я хочу обратиться сейчас к людям и сказать о том что я очень много работаю и за это все время фу пока не заболела почему потому что я реально берегусь и в наших силах всех людей себя беречь носите маски мойте руки не трогайте лицо постарайтесь не целоваться при встрече что еще если вы себя чувствите плохо хотя бы вот так вот с насморком не притесь больше никуда особенно в общественный транспорт потому что вот многие мне сейчас опять пишут ой сравнили метро и ваши концерты ребята так на концерт вы можете не ходить не ходите но в метро вы не можете не ходить понимаете и там вы тоже Оля я вам скажу что смотрите по городу Харькова вы совершенно правы у нас весь транспорт городской перевозит от миллиона до двух миллионов человек в день в сутки в сутки это хорошая цифра для ваших концертов когда-нибудь прийти в состояние опять собирать да так и что согласен согласен да ну там сейчас конечно фильтр ставят людей не запускают в метро например без маски вот такой же фильтр должен был быть вот на концерте который который проводится это тоже ну что нужно понимать да еще я бы хотела нашим людям посоветовать о том что конечно же берегите взрослых берегите родителей вот их точно не нужно таскать ни в метро ни на концерты ограничьте их социальную активность вообще потому что молодые как-то это переносят а вот старики к сожалению в зоне очень большого риска да это факт людей уважаемого возраста нам нужно беречь первую очередь потому что это зона риска и они страдают первую очередь ну они страдают первыми это факт потому что больницы сейчас переполнены как раз людьми пожилого возраста и людьми с сопутствующими заболеваниями вот и коронавирус бьет именно по ним в первую очередь даже наши детки которые болеют они являются в большей степени переносчиками в меньшей степени ну там имеют последствия те негативные страшные которые мы сейчас видим вот распространение этого вируса я все-таки возвращаясь к основному вопросу ну по сути это был предмет встречи почему я просил очень потому что вы являетесь ярким представителем шоу-бизнеса вот лидером мнения вот давайте сейчас я бы вас просил возможно обратиться к своим коллегам вот чтобы они поддержали вот такое начинание у нас министр культуры будет 19 по-моему если я не ошибаюсь числа я лично тоже с ним поговорю возможно провести какую-то встречу для того чтобы вот как я бы очень хотел чтобы это эти правила игры были определены четко понятно ясно я совершенно за давайте все что в моих силах флешмобы агитации это я имею ввиду агитации за да с одной стороны есть карантинные меры которые уже определены это тоже нужно понимать но не все власти всех уровней их придерживаются и ведь не ваше да не ваше не не ваша проблема что люди которые пропускали ваших зрителей они не отконтролировали то что они находились без элементарной средства защиты без маски вот так что в этом есть огромная проблема да алексей я очень надеюсь что мы с вами еще еще пообщаемся и придем к какому-нибудь консенсусу и если вы встречаетесь там с президентом с министрами давайте как-то действительно придумаем правила и будем их выполнять тогда всем будет легче не будут вот этих вот манипуляций откровенной лжи и обвинений ни в чем не повинность женщины спасибо большое я вас приглашаю обязательно приезжайте в Харьков все же я настаиваю на этом мы с вами прогуляемся да у вас будет возможность посмотреть на то что происходит ну и возможно мы совершенно в другом формате уже сможем продемонстрировать ваше творчество в другом безопасном формате и вместе мы победим вместе с вами победим ковид абсолютно точно хочу сказать еще раз что ковид существует что это действительно злая болячка но у всех в ваших силах ее минимизировать риск заражения просто делайте элементарные вещи входите в масках мойте руки не целуйтесь и дай бог всем здоровья алексей вам тоже олечка спасибо большое спасибо за розмову до встречи до встречи м вот